Сталинградская битва – одна из самых грандиозных в Великой Отечественной войне. Продолжалась она почти полгода. И если летом и осенью 42-го советские войска только оборонялись, то в начале зимы они перешли в наступление и за два месяца полностью разгромили немецкую армию. Было это 74 года назад. Сегодня, как нам сказали в Совете ветеранов, в Ленинском районе проживают три непосредственных участника тех событий. Крыков Алексей Никифорович, Попов Юрий Васильевич и Пронин Иван Илларионович. Совет ветеранов принял решение поздравить их. Наша съемочная группа вместе с сотрудниками ветеранской организации отправилась в гости к одному из них. Наше поколение не захватило ужасов войны. А вы пережили эти годы, защитили нашу страну, защитили Сталинград. Поэтому огромное вам спасибо. Когда началась та страшная война, Иван Илларионович Пронин, как и миллионы советских граждан, был призван на фронт. В 41-м ему было 20. Попал в пехоту, был ранен. После ранения, значит, приехал в Москву, в Сокольники, формировался 90-й минометный полк. Из Москвы их полк отправился прямиком под Сталинград, где они и дали бой фашистским войскам. То, что сейчас принято называть патетическим словом «эпопея», тогда выглядело по-другому, признается ветеран. Самоместность вся там, значит, и лошади были погибшие, и люди. Вся эта степь была покрыта, значит, прям-таки, значит, люди опухшие, никто не убирал. В этой страшной мясорубке ему удалось выжить. Войну Иван Илларионович закончил уже танкистом, наступая на гитлеровские войска на Западном фронте. Следующий год для всех героев Сталинградской битвы будет юбилейным. Совет ветеранов нашего района уже начал готовиться к этому событию. Юбилейная дата, и Совет ветеранов будет готовить масштабные мероприятия, посвященные данной дате. Вторая мировая война – самая страшная во всей истории человечества. Все меньше ее непосредственных участников. Скоро о ней мы будем узнавать только из книг. И тем ценнее для нас знакомство с воином Иваном Прониным. Илья Кремнев, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова